И завершает наш сегодняшний вебинар наша коллега из Италии Екатерина Елизарова, директор московского офиса компании Palazzo Estate. Она должна к нам через несколько секунд подключиться, а я пока зачту еще одну интересную новость. Новость следующая. Французские начали снова рассматривать заявки на ипотеку. Они несколько повышают ставки. Катюша, привет. Через минуту начнем разговор, только главное, чтобы я тебя слышал. Вижу точно, а слышали? Нет, 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 это не называется «слышу». Это называется только «вижу». Ты что-то еще должна нажать там. Да, все получилось? А вот теперь все получилось. Я сейчас дочитываю замечательную новость от французских банков. Они снова рассматривают заявки и начали повышать ставки. Речь идет о финансовой стабильности. Французские банки следят за тем, чтобы выплата по вкладам, по которым придется платить арендатору, не превышала 33% заработка. Ставки по кредитам во Франции в апреле повысились примерно на 0,2 пункта, ну скажем, с 1,2 пункта. Но по наименее привлекательным объектам до полупункта речь идет. Ну, во всяком случае, чуть-чуть ужесточены условия рассмотрения, но главное, что рынок французский, по крайней мере, оживает. Но о Франции мы поговорим как-нибудь в другой раз, и сейчас о французской соседке Испании. Итак, Екатерина Елизарова, компания «Палацесс». Катюш, ну какие новости приходят с итальянского рынка? Там действительно все замерло или все-таки замерло, не замерло? Ну, для начала я хотела бы сказать о радостных новостях, о том, что в Италии идут послабления, и мы планируем уже открытие наших офисов в Ломбарде, это в Накомо и в Милане 18 мая. То есть это говорит о том, что рынок будет потихонечку оживать, несмотря на самую страшную ситуацию, которая у них была. Что касается спроса, мы, я подтверждаю, мы не раз уже об этом говорим в последнее время, о том, что существует отложенный спрос, и клиенты, которые ранее интересовались, они ждут, пока технически, возможно, будет осуществить саму сделку купли-продажи. Но ряд людей, безусловно, ждет, когда появится возможность съездить и посмотреть. Что касается цен, мы очень часто, наверное, об этом говорим сейчас, и здесь делать прогнозы какие-либо очень сложно, но то, о чем мы думаем, и то, что показывает практика, мы думаем, что цену на элитку не изменится, потому что элитное жилье и владеют достаточно обеспечены. Итальянцы, и кружицы, и кружицы, и кружицы, и кружицы, и кружицы, и кружицы, и кружицы. И более 10 лет, потому что люди предпочитают больше ждать для того, чтобы получить предполаганное... Предполагаю, то есть только время, и не течение времени, можно заставить... ...элитная перед недвижимостью упадет. Сейчас, скажем так, спрос или отсутствие вообще движений по интересам к недвижимости, он заинтересует... Ну, ты говоришь, спрос упадет, но вот куда уж меньше, он упал до такой степени, что уж прям вот до нуля. Нет, он упал до нуля всего 2-3 месяца, и просто где дома, ну, скажем, живут, когда они смогут нормально жить. Хорошо, ты сказала, давай тогда об элитной недвижимости немножечко отдельно поговорим. Если мы говорим о, буквально, наверное, может быть, год назад на семинаре, либо полгода назад на семинаре, мы с тобой говорили в Москве на выставках, но ты и тогда говорила, что можно выбивать очень большие скидки в частых случаях с итальянцев. Вот точно помню, ты приводила просто какие-то примеры, что человек предлагает... Главное, это осталось, зависит от ситуации, да, в которой находится семья, и то же самое мы не можем сейчас сказать, вот в частности, в практике, да, у меня есть клиенты, которые там два года назад смотрели дом на побережье Форта-дем-Армии, они до сих пор ответили нет, и сейчас эта ситуация привела их к решению о том, что они могут сделать крайне выгодную покупку. Они попросили обратиться к владельцу объекта недвижимости, чтобы сейчас дистанционно начать обсуждение покупки. Прости, я правильно понял, Риш, вот про текущую ситуацию? Вот два года они подумали, а сейчас они подумали, а почему бы нет? Да, почему бы нет, и с предположением о том, что они могут сделать крайне выгодную покупку для себя сейчас, что эта ситуация повлияет на продавца. Ну, она на продавца на сегодняшний момент не повлияла никаким образом. Он сказал, господа, как только ситуация изменится в стране, и как только мы сможем фактически перейти к разговорам и личным встречам, я готов буду что-то обсуждать, но сейчас я не готов говорить о ценах и вообще о возможности совершения сделки. Неделю назад мы говорили с твоей коллегой тоже об Италии, и тогда вот из ее стороны прозвучала вот эта история, что Италия замерла больше, чем какая-либо другая страна с точки зрения рынка недвижимости. Ну, по крайней мере, не знаю, насколько логично, но Италию очень часто сравнивают с Испанией, хотя, понятно, в Испании, может быть, средний чек сделки намного меньше, но тем не менее. Но вот этот феномен итальянских продавцов, он такой, что они не спешат, у них нет никакой срочности, и это именно, ну, как бы, и следствие этого в том, что цены особо не снижаются, меньше снижаются в кризис и меньше растут, когда там везде какой-то всплеск. Ну, я могу только согласиться с данным высказыванием, да, итальянцы никуда не спешат, они взвешивают. И только, как сказать, за практику, да, как итальянцы ведут себя по отношению к тому, чтобы продать тот или иной свой объект недвижимости в секторе, скажем так, опять же, такие элитки, да, в том, что я чаще всего с ними работаю, годами человек приходит к тому, не месяцами. То есть если у нас сейчас откроются границы, возможно, с перелетов, это не значит, что вы прилетите и в два раза дешевле купите там тот или иной дом, который вам когда-либо понравился. Но рассчитывать на то, что в частном конкретном случае той или иной семье необходимы средства, и они более охотно будут идти на переговоры о снижении, это возможно. То есть здесь только четкий индивидуальный подход. Если мы говорим об общей ситуации, итальянцы не спешат. Да, и рынок замер, они не готовы говорить о каких-либо дистанционных сделках. Сделка, хотя здесь недавно я слушала своего коллегу из Сан-Рено, он говорит о том, что немцы и кто-то готов дистанционно покупать элитку, вот мы с этим не сталкиваемся. Ну, раз уж такой частный вопрос, если мы говорим про элитку, да, а очень много, ну и несколько раз приан писал о всех этих милых домах за один евро, не могу тебя не спросить об этом. Вот одно время проектов, чуть ли не каждую неделю, почему именно из Италии, почему-то таких проектов очень много. Иногда Испания, иногда Франция, но в основном Италия. Твое отношение к этому, и есть ли у тебя, может быть, ну, пример, знакомые-знакомые, знакомые-знакомых-знакомых, которые с этими проектами, но хоть как-то работали сколько-нибудь успешно? Здесь могу сказать, что мы не сталкивались, и реализации таких проектов не было, но, безусловно, этой информацией интересовались. Насколько это выгодно и интересно, нужно смотреть по локации. Но итальянцы никогда ничего не делают просто так, то есть если тебе дают возможность за один евро приобрести какой-то дом, то это восстановление его иногда обходится выше, чем рыночная стоимость объекта недвижимости, находящегося рядом. Поэтому нет такого, что ты за один евро приобрел, и все. То есть там достаточно большой пакет документов и условий, которые ты должен соблюсти, участвуя в этой программе. Возвращаемся к, ну, возможным инвестиционным историям. Значит, означает ли то, что итальянцы никуда не спешат, и то, что рынок, он не особо волатильный, не такой волатильный, не означает ли это, что по большому счету сейчас, ну, не лучшее и не худшее время, с твоей точки зрения, для покупки, и единственное, что его ограничивает, это не финансовая история, а, ну, просто тот факт, что границы закрыты, что итальянцы продавать не хотят, поэтому все сидим и ждем. То есть, ну, потому что вот про Болгарию мы говорили, все-таки на вторичном рынке можно ожидать некоего падения, потому что есть там топ, пул продавцов, которые могут на что-то подобное пойти. В Испании говорили о том, что в крупных городах, вот другая тенденция, что в крупных городах, люди могут не захотеть покупать, скажем, элитное жилье в том же Милане, а скорее заинтересуются больше виллами и чем-то одиночным. То есть вот вся эта история покажет, что, ребята, вот эта недвижимость более интересная, а вот эта менее. Безусловно, я думаю, что мы рассчитываем на то, что если я, как уже раньше говорила, что если в элитке вряд ли мы можем ждать каких-то вот скачков цен, то то, что касается среднего сегмента, да, то здесь, я думаю, что, возможно, цены будут падать. И это связано с тем, что сейчас всем нам, да, ситуация показывает, что дом – это не только место, да, куда мы приходим там кушать и спать. Это стало уже многофункциональным таким вот, уже и офисы, и школы, и так далее. И в связи с этим те проекты, которые были сделаны ранее, допустим, в Италии порядка 60% жилья не обладают балконами. Или там квартиры с одним санузлом. И сейчас, сталкиваясь с этим, с этой ситуацией, я думаю, что на рынке вторичного жилья, на объекты такого рода, безусловно, цена будет еще падать. Хотя она в Италии и так уже упала, ну, ниже некуда, да, она, скажем так, сейчас было самое выгодное время для покупки, потому что рынок только последний год стал оживать и немножко подниматься. И сейчас мы можем говорить о том, что на вторичку и на такие объекты жилья цена может упасть там до 25%. А на новое жилье, возможно, цены будут расти по новым предложениям. Здесь еще нужно смотреть, как будут вести себя банки, как они будут давать кредиты на местным жителям, да, и каким образом будет развиваться этот рынок нового жилья. Скажите. Видишь ли ты возможность, что жилье в центре крупных городов будет не столь интересно и не столь престижно, а вот наоборот, ну, престижно по-прежнему, но не столь желанно, по крайней мере, для собственного проживания, а виллы будут наоборот, ну, как некая возможность пожить, пожить в том числе и в условиях самоизолироваться в более приятном месте? Я думаю, что ситуация в ближайшие полгода по крупным городам, таким как там Милан и Рима, в Милане вообще наблюдался последний год просто бум и ажиотаж, то есть приобрести там тот или иной объект недвижимости было просто невозможно. То сейчас, наверное, в ближайшие полгода этот срочный спрос, он останется, и интерес к квартирам останется, то есть, ну, спрос на жилье, допустим, в Милане, он не упадет, но чуть позже мы предполагаем, да, что интерес к домам, таунхаусам, то есть возможность приобретения жилья не в крупных мегаполисах, то есть этот вектор изменится, да, спрос на дома, мы подразумеваем, что будет выше, чем в процентах на 10. Хорошо, давай поговорим о том проекте, ну, или о тех проектах, купив которые, ну, нам, сейчас или в ближайшее время, ты по тем или иным причинам не прогадаешь, а может быть, даже выглядаешь, что называется, да, пример от Екатерины Елизаровой, как она это себе видит, вот, о, господи, цена-то какая милая, а по моменту в Милане 2 миллиона 200 тысяч, а там нельзя одну двоечку вначале убрать? Ну, мы бы с удовольствием, наша работа была бы гораздо проще и легче, но, к сожалению, рынок диктует свои условия, да, вот, обращу внимание на эту квартиру, все, что касается центральной зоны. Па-па-па, что со звуком? Пока Екатерина обратила внимание на эту квартиру, я думаю, что мы сейчас через несколько секунд подключимся по новой, пока Екатерина подключается или переподключается, какой-то сбой у нас произошел, я несколько еще объявлений сделаю. Катюш, ты появилась, не появилась? Да-да, секунду, я прошу прощения. Ничего страшного, давай, подключайся. Ты тут, мы тебя только не видим пока. Ну, Аня, вот тебя видим, все, рассказывай, тогда рассказывай. Я прошу прощения, это физическая неполадка. Почему это квартира? А, потому что в центре. Б, потому что видовая и С, это объект, который, ну, это единица, наверное, которая и в Милане, это квартира с огромными рамами. Это то, что пользовалось спросом раньше и нереально было найти, а сейчас, скажем так, эта ситуация чуть подкреплена последними событиями, для того, что дает возможность вот человеку жить, отдыхать, наслаждаться видами, и это редкость. Потому что, ну, после того, как откроется возможность там приехать, посмотреть и купить, я думаю, что цена на этот объект не упадет. Не на цент, это то, что стоит приобретать сейчас. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, эта история ведь не инвестиционная с точки зрения, там, ну, там, сдачи в аренду или чего-то такого? Это почему нет? Здесь можно рассматривать и как инвестиционный проект, да, и как то, что зачастую, почему рынок в Милане произвел такой всплеск? Потому что рынок аренды вырос в разы. Если раньше такую квартиру, допустим, можно было снять, там, порядка за 2 тысячи евро в месяц, то стоимость за последний год, это уже контракты, порядка 4 тысячи евро в месяц. Поэтому, как и пить, это очень хорошее вложение. А вот скажи, если, ну, вообще-то общий такой взгляд. Вот все-таки последние месяцы показали, что курортная недвижимость, ну, практически во всех странах, имеет еще один риск, который раньше не рассматривали. Ну, то есть рассматривали, там, сезон плохой, да, там, военные действия, не дай бог, или напряжение между странами или какие-то санкции. И вот тогда курортная недвижимость в тех или иных странах, она проседает. А тут вдруг вообще история, когда краткосрочная аренда не востребована практически как класс. Вот для Италии вообще краткосрочная аренда, насколько это, с твоей точки зрения, могло быть интересно? И если мы говорим не про краткосрочную, а про долгосрочную, которая вроде как все равно должна быть жива, что это такое? На что здесь посмотреть? Безусловно, сейчас рынок краткосрочной аренды, особенно курортной, да, он потерпел, скажем так, ну, он рухлый. Поженец. Да. Но говорить о том, что так будет всегда, мы будем рассчитывать на худшее, будем говорить о лучшем. Он был, есть и будет. Италия всегда была привлекательна для туристов. И я думаю, что это просто временная ситуация, и вопрос краткосрочной аренды вернется на круги своя в ближайшее время, да, потому что все-таки ситуация, которая происходит сейчас, это больше форс-мажорная ситуация, да, согласитесь с этим. То, что касается долгосрочной аренды, то здесь есть так же, как и в краткосрочной, определенные риски, да, и я ранее тоже говорила на семинарах о том, что, допустим, сейчас с долгосрочной арендой произошли, скажем так, не меньшие казусы, чем из краткосрочной. Если у вас были долгосрочные контракты, 4 плюс 4, да, допустим, на, значит, в аренду своего жилья, и сейчас человек не может в силу обстоятельств за него, вы не можете его оттуда выселить, и вы таким образом тоже терпите убытки. Милая история. Тогда вот если мы говорим, опять-таки, от частного к общему, вот ты привела пример интересный для, ну, там, сохранения средств, но все-таки 2 миллиона 200 тысяч, ну, наверняка есть у подавляющего большинства наших зрителей, наверное, не у всех, не у всех. И вот те люди, у которых их нет, вот, скажем, они оперируют, скажем, в 10 раз меньшими суммами. Вот тогда это что может быть? Ну, я почему говорю в 10 раз, потому что Италия, это все равно страна небюджетная, и там трудно, ну, здесь можно найти, и вполне приличные, интересные варианты, скажем так, интересные, да, приличные, неприличные, это уже такое более жесткое слово, но, тем не менее, там, за 50, за 70 они есть. Но вот твой взгляд, там, 200, 250, может быть, чуть меньше, что это такое может быть, что или сейчас вдруг стоит дешево, что для Италии, скорее всего, не слыханно, то есть не стоит дешево сейчас, ничего. Нет, я бы сказала о том, что можно, если мы говорим о таком ценовом сегменте, то, возможно, и про сохранение средств, да, и, скажем так, правильное вложение инвестиционное, я бы посмотрела побережье, мы можем поговорить о Сан-Ремо. Если мы не говорим о доме с историей о высоких потолках, о типичном строении, ну, строении где-нибудь в 15 минутах ходьбы от побережья, это может быть квартира порядка 150 тысяч евро. Сейчас есть возможность, что я говорю, что прогнозируют, вероятно, еще будет, ну, хотя уже не знаю куда, ниже там, и так по кадастру уже практически стоит жилье, но есть вероятность того, что цена еще снизится, и, учитывая все эти факторы, что она была низкая и еще упадет, можно рассчитывать на то, что там через 3-4 года как бы здесь еще будет, можно рассматривать о возврате инвестиций, причем с хорошей прибылью. Я бы посмотрела побережье, я бы посмотрела в озерную часть, любое озеро можно выбирать, потому что всегда пользовалась спросом, сейчас тоже можно будет что-то купить неплохое, да, без вида, да, возможно, это не будет высоких потолков, но это будет, ну, обычная итальянская жерка, которую вы можете использовать сами, и, в принципе, возможность сдавать это в аренду посезонно, почему нет. Предложений, на твой взгляд, в ближайшие полгода больше не будет, чем, ну, скажем, было, чем в феврале в Италии? Мне хочется верить, что будут, потому что, возможно, эти предложения выйдут от банков, потому что не все люди, у части итальянцев, если мы говорим не об элитке, то были ипотечные кредиты на жилье, и, возможно, это будут аукционные вещи. Ну, предположительно, да, потому что такой ситуации еще никогда не было в мире, и предполагают, что это может быть. Второе, что итальянцы не могут содержать, там, несколько объектов недвижимости, они тоже им придется, или те, кто потерял работу, или бизнес, им придется расставаться с той или иной частью своего капитала. Поэтому мне кажется, что предложения в ближайшие, там, 3-4 месяца должно стать больше. Больше и значит, ну, все-таки, немножко интереснее по цене. Ну, на рынке, на сегменте, я думаю, ниже полумиллионов, да. То есть, если мы будем говорить о новостройках, нет, элитка, нет, я уверена, что не застройщики, никто не будет двигаться. Если мы будем говорить о вторичном жилье, типовом итальянском, думаю, что да. А вот ты сказала, ну, такой совсем уже особый элитный сегмент, недвижимость на озерах, если мы говорим про них. Там, ну, вообще не так часто что-то продают, да, особенно на вторичке. Особенно, ты сказала, не видовое, а уж видовое, это уж совсем-совсем-совсем что-то тяжело. Ну, то есть, даже вот улыбнулась по этому вопросу. Феномен этой истории, просто это старые итальянские семьи, которые живут тут веками, и вот они понимают, что ничего страшного, переживали и это, и переживем и дальше. Ну, люди, которые владеют такими объектами, они, как правило, да, из поколения в поколение владеют серьезными, потому что есть объекты, которым там 200 лет, 300 лет. Это, как правило, семьи обеспеченные. И у них есть четко и наследник, и тоже таких объектов недвижимости, их не один-два. Как правило, это там дети и внуки. То есть они рассчитывают либо на определенный капитал, который они готовы получить от продажи там того или иного объекта недвижимости. Если они это не получают, тогда они говорят, что мне это проще сдавать и как бы не трогать это вообще. И идут уже на переговоры спустя вот там, ну, итальянцы требуются от пяти до десяти лет для того, чтобы в течение пяти лет он двигается в цене. Не пяти месяцев, не пяти недель. А они готовы ждать годами. И то, что касается озерной части или каких-то, скажем так, в определенных зон в Тоскане, что на рынке крайне мало таких объектов. И когда была кризисная ситуация, люди продавали, это уже куплено. И новых объектов на рынок не выходит. То есть уже достаточно много новых владельцев этих объектов недвижимости, которые наслаждаются покупкой и не готовы сейчас продавать. Ну вот посмотрим, как бы есть надежда. Мои итальянские коллеги ставят ставки на то, что объектов должно появиться чуть больше. И мы этого очень ждем, потому что в последнее время, скажем так, спрос превышал предложение ликвидного жилья. Ну и тогда уже все-таки в завершении. Я так или иначе кружим мы с тобой в диалоге вокруг этого вопроса, но тем не менее. Возможности для... Давай не говорить про увеличение сегодня, а хотя бы для сохранения своих средств. Это те объекты, которые будут приносить небольшой вариантный доход? Или это те объекты, которые сейчас можно купить по более выгодной цене, чем она будет через год-два? Или это объекты, которые дадут и тот, и другой эффект одновременно? Я думаю, что здесь нужно смотреть от ситуации, да, и от количества средств, которые вы хотите инвестировать. То есть, если это незначительная часть средств, то я бы, да, инвестировала их сейчас в Италию, потому что это может быть небольшая квартира, как я уже сказала, да, мы же наблюдаем рынки из соседних стран, то, что происходит там, в той же Болгарии, да, или там, то, что происходит в Испании. То есть, это всплески, это большой выброс большого количества объектов недвижимости на рынок, и мы знали о том, что было колоссальное падение, Италию это не затронуло. То же самое сейчас не прогнозируют резкого спада цен, но то, о чем я говорю, процентов на 20 максимум, да, вторичное жилье может упасть. Это хорошая возможность приобрести, потому что цена, она тот уровень, с которого, скажем так, в этом году и в прошлом году, это все равно еще были минимальные цены, они начали только на 3-4 процента выросли цена по отношению там с 18-м годом, в 19-м году, да, то есть, это все равно еще цены внизу, и это достаточно интересная инвестиция, потому что в курортной зоне объекты сдаются в аренду, и надеемся, что так и будут сдаваться, исключая сезон этого года, я так думаю. Если у вас есть более серьезные как бы капиталы, да, и, любовь с вами, вы ищете что-то внушительное, то, думаю, что сейчас вообще идеальная возможность для покупки, если мы говорим о поместьях в Умбрии, Тоскане, в Виноградниках, есть беспрецедентные предложения сейчас, и рынок достаточно активен, и вот на протяжении этих двух месяцев у нас появилось уже достаточное количество новых вариантов для покупки. Окей. Дорогие друзья, Екатерина Елизарова, компания Palazzo Estate, я попрошу контакты с Екатериной в чат привести. Пару слов скажешь, о регионе Сицилия, спрашивает одна из наших зрительниц. Ну, то есть, было много объектов на продажу, ну, Сицилия, она тоже, конечно, разная бывает. Да, она разная, я прошу прощения, то есть, это регион, с которым не работали никогда, и мне сложно как бы оценить эту ситуацию, не хочется быть некомпетентной, потому что эту зону, не могу вам сказать, что там происходит. Ну, что ж, Катя, на самом деле, у нас с тобой даже позитивненько, на мой взгляд, получилось, потому что, видишь, Италия выходит из, ну, некого такого совсем жуткого события второй половины, вернее, первой половины, надеюсь, самое жуткое, что будет, истории в первой. Мои коллеги оптимистичны, все рвутся в работу и ждут. Так, вы начнете работать, это как будет происходить? То есть, что, они просто выйдут в офис, начнут показывать? Да, офисы открываются, то есть, агентством недвижимости государство разрешило приступить к работе с присутствием средств защиты, там, антисетиков и масок, то есть, мы будем иметь право возить людей на просмотры, заходить в дома или контактировать с людьми в офисе, заключая новые контракты на продажу. Вот, буквально, скажем так, тогда через 2-3 недели у нас будет свежая информация о том, что происходит на рынке недвижимости в Италии, по сути, сейчас, да, мы откроемся, уже будем понимать, что происходит. То есть, через 2-3 недели, по большому счету, можно ждать, ну, а сейчас можно какие-то, ну, там, свои запросы. Да, сейчас я думаю, что, да, нужно смотреть информационные, как бы, вот, ну, порталы по недвижимости, да, включая Приан, потому что появляются новые объекты, подбирать для того, чтобы в первую очередь начинать уже потом переговоры, посмотреть, сейчас вряд ли мы сможем в ближайшие пару месяцев что-то, потому что и в Италии пока существует запрет на переезд между регионами. Если мы говорим об иностранном инвесторе, как правило, он не смотрит одну зону, он сравнивает разные зоны, а передвижения пока ограничены. А все остальное будем смотреть уже вот прям скоро мы ставим свидетелями новых изображений. Возрождение. Да, да. Птица Феникс, вновь откопаем Помпеи, вновь откопаем Помпеи. Окей, дорогие друзья, Екатерина Елизарова, компания Палац Эстейд. Катюш, спасибо огромное и до скорой встречи на странице. До скорой встречи. И до встречи. Благодарю всех. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, 3 часа 5 минут проработали. Спасибо вам огромное за терпение. Надеюсь, вам не было скучно. Надеюсь, что вы получили полезную информацию. По крайней мере, не обо всем, конечно, успели поговорить, но нам кажется, этот формат на самом деле очень оправдан, когда мы на одну и ту же тему говорим с экспертами из нескольких стран. 6 мая мы продолжим. 6 мая мы продолжим. Буду очень признателен своим коллегам, когда они сейчас опубликуют страничку, на которой вся информация будет. Конкретно про вебинар 6 числа мы поговорим с вами чуть более подробно завтра. Там уже будет информация и список участников. Завтра у нас вебинар по Болгарии, напоминаю, еще раз 13.00. Это говорят, нельзя говорить слово последний, но в апреле это точно последний приамовский вебинар. Будем рады видеть вас всех. Думаю, будет интересно, познавательно и полезно для тех, кто хочет купить. Ну и отдельно для меня я очень жду с нетерпением 7 мая, потому что 7 мая будет весьма и весьма необычный вебинар. Мы всегда говорим и пытаемся узнать, вернее, инвесторы пытаются узнать, а как если небольшая сумма, как инвестировать с небольшими суммами в недвижимость. Можно инвестировать небольшие суммы в недвижимость, мы как раз об этом расскажем подробно. Мы как раз об этом расскажем подробно, расскажем о схемах, расскажем о возможностях. Для меня это большое откровение, надеюсь, и для вас 7 мая это откровение придет. Спасибо вам большое, дорогие друзья, огромное спасибо нашим экспертам, их контакты, информация о их работе и о их компаниях и о их объектах вы найдете на Прианру. Всем здоровья, спасибо, что были с нами, Филипп Березин Прианру, недвижимость за рубежом.